здравствуйте привет всем меня зовут юлия это канал и вязание и канал обо всем что связано с вязанием в эфире сейчас будет мастер-класс по вязанию ангоровой шапки не пугайтесь что у вас перед глазами совсем другая шапка весь видеоряд по с описанием будет именно с ангоровой шапочкой данная шапка которую сейчас видите связано аналогично как в описании дальше только выполнена здесь использована другая пряжа это шапка тоже связано в две нити ангоры и одну нитку брелина такой ненавязчивый блеск угла вот сильно-сильно внутри прям блестит мерцает не блестит даже шапка связаны из ангоры вот такой родина ангора from the farmer вес у нее 25 грамм 120 метров нитка выглядит ну вот моточек превращается в такой кусок меха буквально получается прямо в целого кролика вот видно на сгибе посмотрите буквально мех здесь у меня ушло в общем здесь у меня было 4 вот таких матка настолько по оставалось и 2 моточка брелина и вас брелина тоже осталось достаточно много шапка это связано на обхват головы 53 но девушка любит посадку свободную поэтому она связана вот шириной 24 в высоту 26 вот так вот 27-28 и вот такая шапочка получилось то ангоровая шапочка уехала к своей заказчица эта шапочка моя собственно я и ношу связала я ее из но растилка garden соло и нитка у этой шапки схожи по плотности по толщине как ангора из которой я вязала шапку и так чтобы все было понятно есть у меня вот такая памятка по которой я все вязала шапка у меня связано в две нити ангоры плюс одна нитка брелина нитка ангоры это ангора from the farm и там в 25 граммах 120 метров достаточно толстая ангора если у вас ангора чуть тоньше например rabbit ангора то возьмите в 3 нити попробуйте связать образец и вам будет совершенно точно понятно подходит тангора или нет нужно брать толстую ангору в 3 нити я думаю достаточно но обязательно попробуйте перед этим одна нитка брелина это вискоза с металлизированным полистером с металлизированной нитью она добавит также плотности и устойчивости вашей шапки связав образец спицами три с половиной необходимо получить вот такую плотную чтобы попасть в мои петли моё количество петель если у вас плотность немножко иная то попробуйте взять спицы потоньше или потолще либо добавить нитку ангору либо используйте оригинальную нить ангоры как у меня в мастер-классе так свяжите пожалуйста образец лицевой гладью в том же образце можете связать платочную гладь не обязательно соседние образец сделать и в этих образцах в 10 сантиметрах должно быть 21 петля лицевой глади либо 20 петель платочной глади связав этот образец обязательно постирать и высушить и после это только измеряйте основные параметры шапочки по ширине шапочка получается у меня по ширине вот когда вот так положили померили 24 сантиметра но вязала я для девушки с обхватом головы 53 просто наук любит очень свободное прилегание но для меня вот такая ширина шапки вполне комфортная у меня обхват головы 56 я с удовольствием ношу такой ширина шапки для такой ширины необходимо брать необходимо набрать сто шесть сто девять петель где-то вот в этом диапазоне плюс одна петля у вас будет для соединения вязания в круг первую часть шапки вот эту вокруг лба необходимо связать спицами номер 3 для повышения плотности чтобы у вас не расползла шапочка время носки связать пять с половиной сантиметров может чуть чуть больше чуть меньше примерно такую высоту далее согласно описание вы будете вязать лицевую гладь и платочную вязку лицевой глади там будет 11 рядов общая высота шапки 27 28 сантиметров это будет шапочка с напуском с очень красивым такой затылочной частью перед началом просмотра не забудьте подписаться на мой канал на канале вы видите много полезной информации как связать шапки капоры митинги и много чего другого также обзоры пряжи готовые изделия ставьте уведомления колокольчик чтобы не пропустить новые видео и давайте сейчас узнаем как связать вот такую шапку берем спицы в правую руку в левую руку кладем нитки берем сразу все три нити в работу отматываем нужное количество нитей вправо идет нить к концу в левую сторону ходят нитки к моточкам перехватываем через большой указательный палец и зажимаем еще вот так между мизинцем беременно всегда набираю одинаковость петли подкладываю спицу под нитку под указательный под большой палец сбрасываю и затягиваю набираю на одну спицу не затягивать туго достаточно свободно набирать под указательный под большой указательный сбросить под указательный большой указательный сбросить чтобы спокойно ходили петельки по спице вот так не торопясь набираем это очень важно ответственная часть работы в вязании изделия потому что если вы наберете петли слишком туго у вас будет очень тугой наборный край и носить будет некомфортно набираем нужное количество петель моем случае это 107 106 петель будет в работе и одна дополнительная петля для замыкания вязания в круг я набрала 107 петель теперь мы распределяем петли по кругу таким образом чтобы у нас возле окончания спиц были близко расположены петли и чтобы по всем спицам и по леске вот так они смотрели в одну сторону чтобы не перекручивались восьмекой смотрим также на наборный ряд он имеет вот такую сторону с косичками и обратная сторона с узелками вот нам нужно чтобы на нас петельки смотрели стороной с косичками вот так и соединяем вязание в круг как мы это делаем в левой руке у нас спица с ниткой там откуда уходит нитка берем петлю с левой стороны на правую спицу и петлю с правой спицы набрасываем на левую мы соединили вязание в круг и теперь надеваем маркер начало ряда в данном случае он не будет один поэтому я повешу такой первый ряд мы вяжем лицевые петли я буду вязать вот так за задние стенки чтобы петля мне не перекручивалась вяжем один ряд до маркера все петельки лицевые я провязала один ряд лицевыми петельками теперь нахожусь возле маркера и первый ряд у нас лицевой для того чтобы вот этот наборный край вот это как бы косичка из этих наклонных петелек подвернулась немного и будет в итоге в изделии очень аккуратная кромка перенадеваем маркер на правую спицу начинаем вязать ряд следующий изнаночными петлями так у нас будет обрамление вокруг лица платочной вязкой то здесь мы будем чередовать один ряд лицевой второй ряд изнаночный один ряд лицевой второй ряд изнаночный так будет чередование на всю ширину ну-ка вот этого окаймления шапки сейчас мы с вами встретимся вот здесь перед последней петлей в ряду и я вам покажу как поменять и провязать петли здесь чтобы не было видно четкого перехода между лицевым и изнаночным рядом провязали изнаночный ряд до конца у нас осталась одна петля на левой спице перед маркером мы ее перенадеваем на правую спицу и видим что между петельками есть вот такая протяжка и и мы надеваем таким образом чтобы левая сторона этой протяжки накладывалась перед спицей надеваем обратно петельку не провязанную в ряду и перенося нитку вперед мы сейчас будем провязывать вот эту протяжку между петлями и петельку вместе изнаночной петлей то есть мы последние петли добавили протяжку и провязали их вместе очень важно надеть протяжку с левой стороной перед спицей если вы наденете по-другому то не получится аккуратный переход поэтому за этим за этим местом нужно следить так мы изнаночный ряд провязали нас начался следующий ряд мы вяжем лицевыми петлями и так далее сейчас я провяжу лицевой ряд провяжу до маркера начну изнаночный ряд и в конце изнаночного ряда провяжу вот таким образом как я сейчас показала и так я буду провязывать нужную ширину я провяжу пять с половиной сантиметров высоты обрамления вокруг лица вы можете провязать чуть больше чуть меньше но ориентируйтесь на эту ширину на высоту вязание резинки у нас будет платочная вязка заменять резинку и так мы встретимся с вами после того как свяжем вот эту высокую кайму я провязала пять с половиной сантиметров платочной вязкой на спицах номер 3 и теперь мне нужно поменять номер спиц вот так выглядит место где соединяются ряды вот так с изнаночной стороны здесь на видео не очень хорошо видно но такой небольшой узелковый вертикальный ряд маркер я пока сниму потому что она мне пойдет пока я буду менять спицы буду сейчас вязать спицами номер три с половиной лицевую гладь лицевую гладь я буду вязать высотой ориентировочно 3 3 с половиной сантиметров у меня это будет 11 рядов после лицевой глади мы вновь перейдем на платочную берем спицы три с половиной просто начинаю вязать лицевую гладь здесь будет немножко мешаться спицы которая нас была в работе это мне шумит и подберу провязываем этот ряд по кругу лицевой глади и поднимаемся выше и выше я вижу один средов и после этого встретимся спицы номер три убираем из работы больше они нам не понадобятся я провязала 1 рядов теперь я буду вновь вязать платочный узор вот такой только уже спицами три с половиной и начну этот узор вязать с изнаночного ряда сейчас я проведу провяжу пару петель и покажу на образце и платочный узор я буду вязать таким образом чтобы у меня было три ряда изнаночных а потом вновь начну лицевые сейчас нужно связать платочную вязку вот таким образом меняем в рядах петельки провязывая вот здесь возле маркера таким же способом как мы вязали в начале чтобы не было видно стыка я связала платочную гладь платочную вязку и у меня связано такое количество платочных рядов чтобы у них было видно 1 2 3 ряда изнаночных бороздок после этого я начинаю вязать лицевую гладь и буду ее вязать 11 рядов точно также как я выполняла после платочной глади внизу то есть мой вертикальный раппорт будет состоять из 11 рядов лицевой глади и платочной вязки в которой будет видно три изнаночных ряда таким образом я буду вязать начиная от первой части раппорта от лицевой глади 15 сантиметров общая высота моей шапки будет 28 я уже вышла высоту пять с половиной сантиметров на обхват вокруг головы вот этой плотной части верхний купол будет занимать порядка семи с половиной сантиметров остается 15 сантиметров тела шапки до начала убавок то есть до купола и так теперь я буду вязать лицевую гладь после лицевой глади буду вязать платочную в количестве трех видимых изнаночных рядов потом снова лицевую гладь и так далее 15 сантиметров и так я связала прямую часть шапки здесь у меня сейчас 20 сантиметров получилось 1 2 3 лицевой глади участка и 3 дорожки изнаночные после последней 3 изнаночной дорожки я провязала еще два лицевых ряда провязала это для того чтобы не добиться на 20 сантиметров то есть это не какая-то специальная величина и теперь я буду делать купол в этой шапке вот так и обозначила начало ряда пользуюсь вот этими маркерами узкими чтобы мне не портились петельки то есть расстояние между петлями так мне кажется удобнее я разделила общее количество петель на шапке на 6 частей между маркерами у меня по 18 петель и одна секция 19 петель потому что 109 ровно на 18 не делится я одну секцию оставила 19 петель здесь когда я буду сокращать и провязывать прямой ряд в сокращениях без изменений в этом ряду то есть в этой секции я сокращу петлю и впоследствии буду уже сокращать одинаковое количество петель во всех секторах и так начинаем сокращение я буду сокращать в каждом секторе первые две петли после маркера буду провязывать вместе смотрим расположение петель у меня такое что правая стенка расположена перед спицей если вы вяжете ваши петельки разворачиваются правыми стенками за спицу вот так то вам необходимо будет развернуть их и правой стенки расположить перед спицей теперь правой спицей заводим во вторую и первую петельки и провязываем их одной лицевой петлей вот так и петельки провязаны вместе смотрят у нас направо именно так я буду сокращать петли при таком сокращении меня будет единой вот этой линии сокращений бороздки все петельки просто будет наклоняться вправо в пушистой пряжи это ну такой наиболее приемлемый вариант на мой взгляд еще раз покажу я провязала сектор перенадеваю маркер на правую спицу и сокращаю первую вторую петлю провязываю вместе через вторую в первую петлю ввожу спицу и провязывая их вместе наклоняю две петельки направо и вяжу дальше таким образом я сейчас провяжу этот круг и встретимся с вами в начале ряда когда мы все провяжем я провязала ряд все сокращения выполнены и теперь в следующем ряду во втором ряду сокращения я буду провязывать все петли по кругу без изменений как обычно это стандартное такое закрытие макушки сокращается на через один ряд в первом ряду мы сокращаем во втором не сокращаемся так далее то есть четко и нечетные ряды сектора провяжу без изменений а последний сектор где меня на одну петлю больше сокращение сделаю ряд провязан без изменений просто по кругу все петельки кроме последнего сектора там я сократила эту лишнюю петлю теперь опять у меня наступил нечетный ряд я буду сокращать в каждом секторе по одной петле в начале сектора как я делала это самом начале после маркера две петли вместе так я провяжу в каждом секторе и дальше работа пойдет следующим образом нечетные ряды сокращаем петельки по одной секторе четные виды провязываем нечетный сокращаем четный провязываем то через ряд один ряд сократили 2 провязали один сократили 2 провязали так и буду сокращать до того момента пока у меня останется в каждом секторе 6 5 петель и тогда я буду сокращать петли в каждом ряду я довязала до этого момента когда мне нужно выполнять снова вот эту бороздку платочной вязью и я сейчас нахожусь в куполе и на том ряду где мне не надо делать сокращение то есть я просто буду вязать изнаночный ряд что получилось бороздка если у вас например после маркера в этом ряду где нужно делать платочную вязку и изнаночный ряд необходимо сделать сокращение вы делаете сокращение просто провязываете я вот здесь покажу на двух петлях просто провязываете две петли не изнаночной не лицевой точнее а изнаночной таким образом вводя уже справа налево провязываете две петли 1 изнаночной петелькой и у вас эта петля сядет в общий ряд с изнаночными петлями так как у меня этот ряд попал изнаночных петель на простой без изменений то я его и буду вязать без изменений я выполнила изнаночный ряд платочной вязки теперь мне в следующем ряду необходимо сделать сокращение я поступаю точно так же буду провязывать две петли лицевой петлей но так как я связала изнаночными а ними развернулись правыми стенками назад я разворачиваю стеночки и все как я показывала через вторую первую нужно постараться вот так провязали дальше провязываю лицевые все как полагается и сокращать буду ровно так как я показала я довязала до этого момента когда у меня в одном секторе 5 петель сейчас покажу вот так выглядит шапка так выглядит сокращение в районе платочной вязки появляется небольшая вот такая граненость и теперь то есть я начну я в 5 петель в секторе предыдущем ряду я сокращала предыдущем ряду сократила я в этом ряду сокращу в следующем и до того момента пока мне не останется одна петля в одном секторе и у вас будет на спицах в остатке 6 петель и так я связала шапку мне остались только петельки для того чтобы стянуть макушку сейчас мы померим получилась шапка от макушки до низа 28 сантиметров как раз то что мне необходимо крона танки мы начали убавки восемь с половиной сантиметров так сейчас покажу как мы будем стягивать макушку отрежем просто для удобства сантиметров ну например вот столько где-то здесь двадцать пять-тридцать и будем стягивать шапку всеми нитками потому что нитка ангура она не достаточно прочная чтобы держать прочную вот саму макушечку а вот эта хлопковая нить прочная сразу покажу макушку вот такая так начинаем стягивать смотрим где у нас начинаются петельки где мы их провязали последний первый раз вот наша нитка выходит из этой петельки соответственно мы должны ввести ниточку в следующую по ходу вязания петлю я беру крючок вынула спицу и ввожу нитку в следующую по ходу вязания петлю передвигаю спицы будем также вводить в следующие следующие петельки нитку можно снимать так по одной петле если вы уверены то можно снимать сразу несколько петель главное все надеть на крючок у меня убежали давать я все и подхвачу очень очень аккуратно если вы вам тяжело сразу все петельки подхватить то лучше делать это по одной петле вот я надела все петельки на крючок и ввожу в каждую нитку с помощью крючка вот так и куда заводим крючок с изнаночной стороны и вытаскиваем нитку на изнанку и стягиваем макушечку просто тянем ниточку внутрь вот так придерживаем макушку вот такая у нас макушка дальше нитку которую мы вытянули на изнаночную сторону можно их разделить ангоровые и хлопковые все отдельно и чтобы у нас держалась макушка вот эту хлопковую нить нужно повторно провести по петлям которые мы вводили в макушке здесь их сложно очень видно нужно постараться или возьмите я так и сделаю поменяю крючок на более тонкий потому что ничего не видно с этим крючком нужно будет вводить более тонким крючком я ввела хлопковую нить в каждую петлю который я стягивала макушку теперь я все ниточки разделю на три части и буду заводить их ближайшие петельки таким образом что просто спрятать ниточки они нас никуда не убежали все после этого я постираю шапку стирать шапку необходимо вот именно ангоровую шапку необходимо постирать в очень хорошо выплоскать в прохладной воде как любую шерсть в специальном средстве для стирки вязаных изделий выплоскать нужно и очень тщательно потому что с первым полосканием выходит весь лишний пух который ну оказался на поверхности и не углубился в петельки вот такая шапка я не думаю что сильно изменится после стирки в размерах только насытиться пухом